Глава 29. Самый ценный дар. Напрасно светло-серый единорог пытался тихо пробраться в свою спальню. Внук, которого несомненно уведомили о произошедшем в ЛК-5, по праву начальника НИИ и еще больше по праву единственного близкого родственника, находился во взвинченном состоянии. Дождавшись появления Блэкспета, он выглянул из кухни настолько картинно, что заслужил бы почет и уважение в Мейнхэттенском театральном училище. «Как ты это себя чувствуешь?» — последовал неизбежный вопрос. Квартирант, едва успевший стряхнуть снег с копыт, первое слово произнес неслышно, чтобы сохранить иллюзию своей благовоспитанности. Потом поднял усталый взгляд на Трица. «Нормально чувствую. Со мной все в порядке». Собанс подтвердила. Седовласый единорог разогнал размешивающую сахар ложечку, создав в чашке полноценный водоворот. «Точно все хорошо», — взметнулась повыше молочная белая бровь. «Мне в кабинете слышно было, как в твоем ЛК-5 жахнуло». «Да». И доклад был. Дескать, ты чуть ли не в эпицентре оказался. Потому что полез Стейнглейд завытаскивать. Уши бывшего ярла прижались к макушке. «Я пережил несколько неприятных секунд», — подтвердил Блэкспорт. «Но энергетическая волна не повредила живым тканям. Ни у кого из присутствующих в ЛК-5 нет проблем со здоровьем. Да и не могло быть. Мы же не какую-то там проклятую статуэтку исследовали, а фрагмент корня Древа Гармонии. Тут так же, как и с элементами Гармонии, не может быть негативного воздействия. Помнишь же, да? Наш контрлодский вояж». Селестриц, все еще сохраняя напряженное выражение на морде, сосредоточенно откликнул чай. «Ой, смотри», — произнес он, — «последний представитель династии». «Да». А так подставляешься. Ведь думать-то надо. Что после тебя будет? Кто после тебя будет? «Я спать», — немедленно выпалил Блэкспот, сворачивая направо по коридору. Отдельный коридор между спальнями был роскошью, доступный только в квартире начальников НИИ, занимавшей к недовольству многих целый этаж одной из внутренних построек научного центра. Планировка квартиры также обеспечивала двум умудренным годами единорогам возможность перекирикиваться по важному поводу и без такового. «Неужели даже сегодня, когда твоя жизнь была под угрозой, в голову твою не влезла мысля, что плохо быть одиноким и нелюбимым?» — не унимался Сильвия Стриц. Блэкспот сначала полностью остановился, потом неспешно повернулся в сторону кухни. «Я любил и до сих пор люблю одну пони, которая была твоей бабушкой». Признание серого единорога заставило Трица помрачнеть, но не заставило заткнуться. «Моя бабушка тоже тебя любила, в этом я уверен. Но в настоящий момент это не имеет никакого значения, ее давно уже нет, увы. И ах! Но ты-то есть, и вопрос твоего наследия есть. Поэтому я еще раз в бровь и в глаз намекаю. Ты присмотрелся бы. Ну, например, какое-нибудь особие привилегированного сословия. Да, как раз завтра будет повод». Блэкспот шумно вздохнул. «Ему уже пару недель приходилось каждый вечер слушать про этот повод. Про свой уникальный возраст — 150 лет. Про роскошное торжество, которое должно этой цифре соответствовать. Про желание всего НИИ, заочетом разве что профессора Полимата, организовать одному из основателей вечеринку. Про пообещавших прибыть гостей, список которых открывали принцесса Селестия и Твайлэд. И чем чаще Блэкспот слышал упоминания о знаменательной дате и предстоящем торжестве, тем отчетливо в его сознании проступала мысль, что он видит на этом празднике всех кроме себя. Бывшему Ярлу меньше всего хотелось закатывать пир по причине аномального долголетия. Но он не спешил сообщать об этом внуку. И дотянул до момента, когда выяснилось, что Селия Стритс уже зазвал в Стейлбридж чуть ли не весь цвет Эквестрии. Отменять торжество оказалось решительно поздно, и Блэкспоту пришлось смириться с необходимостью как-нибудь перетерпеть этот один конкретный день. Но вот с чем он мириться не намеревался, так это с очевидным желанием внука устроить из юбилея вечер сватовства и матримониальных планов. Селия, я тебя предупреждаю, заявил серый единорог, наставив копыта на смотрящего поверх чашки триться. Если завтра я услышу хоть одно слово о продолжении династии, я запрусь в астрономической башне на весь вечер. Гостям причину сам объяснять будешь. Блэкспо сделал паузу, словно принуждая внука задуматься о серьезности своих слов. Вот так. А сейчас я иду спать. А то у меня спина ноет после этого аварии. В общем, я надеюсь хорошо отдохнуть. И спокойно, подчеркиваю, спокойно, то есть без нервных ситуаций провести свой день рождения. Он ушел в свою комнату и демонстративно захлопнул дверь. И, судя по звукам, чуть ли не с рекордной скоростью забрался в скрипучую кровать, укрылся одеялом и погасил светильник на тумбочке. Селия Стрис в это время еще смаковал остатки чая. Пожилой пони представлял наяву свою бабушку, Шарпентвинд, которую помнил уже седой и утомленный десятилетиями трудов на благо семьи. Тридс охотно соглашался, что когда-то давно она была красивой пони и для Блэкспо-то, очевидно, по красоте затмила всех прочих кобылок. Но Тридс сохранял надежду, что завтра на празднике найдется герцогиня, баронесса, землевладелица, да хоть танцовщица с головным убором из длинных перьев, которая зажжет огонь в сердце 150-летнего именинника. Так же, как больше века назад это сделала его бабушка. Седой сводник надеялся не только на рассудительность деда и на чары приглашенных на мероприятия кобылок. Селия Стрис верил, что его примерное поведение, начинавшееся с доставки юбиляру завтрака и бодрящего кофе в постель, поможет настроить его на более благодушный лад. «Если уж это не сработает, придется деда приворотными зельями поить, да», — думал старый единорог, неся перед собой поднос с бутербродами. «Что? Что случилось?», пробурчал Блэкспот, которого разбудил осторожный стук в дверь. «Ничего не случилось», — быстро пробормотал Селия Стрис, входя. «Просто, так сказать, в такой день захотел тебе настроение поднять, чтобы ты не смотрел на всех филину. Вот, что ли, крепкий кофе, сок есть, да, печенье, бутерброды с джемом, очень рекомендую, кстати. Дэнти рано расстарался на этот раз, да». Серый единорог, выставив из-под одеяла морду с подозрением, изучал содержимое парящего перед ним подноса. Примерно 200 раз он просыпался в этой квартире, которую делил с внуком, и 199 раз ему приходилось лично заботиться о добывании завтрака, потому что Тридц либо спал, либо ушел пораньше в столовую, либо благополучно съел все, что ранее приготовил. И никакой праздник ни разу не рассматривался как повод нарушить правила каждой за себя. «Я это, ну как бы извиняюсь», — спешно ударился в объяснение Тридц. «Вчера опять насел на тебя с этой старой темой. Че слово, заклинивает иногда старую голову. Ты уж это на старшего-то по должности не сердись. Давай перекуси, да пойдем дела не допеределывать». «Эх, ладно», — прошепил Блэкспот, голова которого пока что отказывалась отслеживать причинно-следственные связи и делать далеко идущие выводы. Он сполз с кровати, позволяя одеялу соскользнуть по шерсти. Правда, соскользнуло оно почему-то не полностью. Блэкспоту пришлось поднимать его магии и скидывать назад на кровать. Именно в этот момент раздался грохот, ознаменовавший падение подноса и безвозвратную гибель извинятельного завтрака. «Святая подкова!» — полным удивлением голосом прошептал Селестриц, игнорируя тот факт, что магия больше не держит поднос. Его широко раскрытые от изумления глаза не отрывались от Блэкспота. Удивленный и в немалой степени заинтригованный, тот наклонил голову, окинув себя взглядом, но не увидел ничего достойного такой реакции. Повернув голову, чтобы заглянуть себе за спину, вдруг столь удивившее внука нечто внезапно появилось на стене спальни, он успел заметить, как что-то промелькнуло на границе поля зрения, но тут же исчезло, следуя за движением тела. «Что за новости?» — нахмурился бывший ярл, после чего полностью развернулся к кровати. Не считая скомканного одеяла, та была в полном порядке, как и весь интерьер комнаты. Рисунок обоев был столь же ненавязчив, как и всегда, никаких таинственных надписей на нем не проступило. Чтобы не шокировало Тридса, оно явно относилось к самому Блэкспоту, так что тут сделал пару шагов в сторону, чтобы посмотреть на свое отражение в ростовом зеркале, имевшем форму перевернутого желуди. Внешний вид заставил бывшего ярла искать свою челюсть где-то в районе пясной кости. К привычному отражению серого единорога в это праздничное утро прибавилось симметричное дополнение с расходящимися в стороны маховыми перьями. Медленно подняв ногу, Блэкспотт убедился, что это не шутка, и никто не заменил его зеркало картиной. Незнакомое отражение повторило его жест. Он коснулся крыла и вздрогнул, почувствовав не только жесткие перья под копытом, но и прикосновение копыта к перьям. Непривычное ощущение вывело его из ступора. — Так, Силли! — произнес бывший ярл, после чего вспомнил, что существует и более быстрый способ вызова неотложенной помощи. — Бекер! Срочно вызови профессора Солбанс! Она нужна мне здесь, немедленно, с аптечкой хотя бы! — не слишком уверенно добавил новоявленный оликорн. С профессиональной сноровкой главврач подняла в воздух шприц, отсоединила иглу и приблизила ее к развернутому во всю ширь серому крылу. — Здесь больно? — с упреждением спросил Солбанс, выцеливая иглой место, где начиналась утяжеленная длинными перьями кисть. — Ай! — дернулся Блэкспот, очевидно обозначив ответ. — Да. Единорожка придвинулась ближе, намереваясь завести иглу под плотные ряды кроющих перьев. — А здесь? — Да! — скривился замдиректора. После еще двух аздесей и положительных ответов, орудие врачебных тестов переместилось в маленький пакетик с наклейкой «Медицинские отходы», после чего профессор закрыла принесенную с собой аптечку. — Так что скажете, доктор? — Блэкспот явно рассчитывал на более продолжительные процедуры. На деле же ему всего лишь пришлось освоить навык управления новыми частями тела и пережить несколько болезненных уколов. И бывший Ярл сомневался, что на основании столь поверхностного осмотра и манипуляций с измерительной рулеткой можно сделать какой-то вывод. — Что со мной? — У вас появились крылья? — невозмутимо ответила Солбанс. Ровно с такими же интонациями она обычно выпроваживала из кабинета ипохондриков и любителей выдать острые преступления за повод не ходить на работу. — Если вы скажете, что это нормально, я вас уволю! — зло прищурился Блэкспот, не видящий в ситуации повода для шуток. — Это ненормально для представителя нашей расы. Все так же спокойно отозвалась Солбанс. Но ваши крылья не являются иллюзией или результатом массовой галлюцинации. Они принадлежат вашему телу и откликаются на сознательные и подсознательные импульсы организма. — И откуда они выросли? — Ну, согласно моим знаниям анатомии Пегасов, крылья произрастают из лопатки, с которой соединяется через сустав, — ответила доктор. Она покосилась на другого заслуженного специалиста, которого пригласили на срочный консилиум. Специалист с ответом медлил. Его куда сильнее зачаровали распростертые крылья Блэкспота. Солбанс даже подготовила флакончик с нашитрем на случай, если скоупрейдж не выйдет из тупора самостоятельно. — Вот дела! — распылся в глупой улыбке черный единорог. — Я теперь всем могу рассказывать, что у меня в друзьях Аликорн. — Никто, кроме вас двоих и Трица, не должен знать о моем состоянии! — тут же отрезал выседавший на кровати Блэкспот. Впрочем, его заявление не несло и десятой доли убежденности, так как седой директор НИИ несколько минут назад отправился к подъездной арке встречать гостей. Скорее всего, уже к обеду растрепал бы тайну всем, кто готов слушать. — Моя медицинская клятва не позволяет сплетничать о состоянии пациентов! — заверил Солбанс. — Вам свитер многослойный понадобится, чтоб такое скрыть! — фыркнул скоупрейдж, намекая на нулевые шансы сохранения секретности. — Надеюсь, вы разберетесь в причине этого! — вздохнул бывший ярл. За неимением внятного медицинского диагноза Блэкспоту приходилось надеяться на знание скоупрейджа в области зачарованных предметов. Благо, тот прихватил с собой расклинатель и провел с ним гораздо больше манипуляций, чем Солбанс с иголкой. Попутно черный единорог пользовался возможностью осмотреть апартаменты Блэкспота, где оказался впервые. Мысленно скоупрейдж уже составил фрагмент письма супруги с рассказом про обстановку, напоминавшую логово готового к лекции на любую тему преподавателя, где самой роскошной вещью, что бросалось в глаза, оказались занавески золотистой бахромой, подаренные Блэкспоту на прошлый день рождения. Также отдельные строки заслуживали предметы, характерны не столько для несостоявшегося учителя, сколько для бедствующего художника. Из-под куска ткани, небрежно наброшенного настоящего углу мольберт, выглядывал незаконченный портрет белой единорожки золотисто-рыжей гривой. Портрет писали со всей прилежностью, заботой. Мазки говорили, что только краску для гривы меняли раз шесть. Ха-ха-ха. Не вполне здравым тоном выдал черный единорог, вдоволь наигравшись с настройками фильтрации излучений. Блэкспот. Вы помните, как вы в секретарской стул сожгли? Черно-зеленая грива согласно качнулась. Бывший единорог прекрасно помнил, как применил обычное заклинание к стулу, в который имплантировали чары птицы Феникс. И как стул пламенно среагировал на особые частицы в его магической ауре. Единственное, что на тот момент ускользнуло от Блэкспота, куда тогдашний директор Краулинг Шейд делал заветный гарнитур. Ведь в Стейлвидже после эпизода пожаротушения стулья больше никто не видел. «В ваших крыльях я регистрирую такие же следы магической инклюзии, которые присутствуют в заклинаниях», — доложил Скоупрейдж, что указывает на элементы гармонии. «Это они вам как-то крылья наколдовали». «Нет, это как-то не складывается», — нахмурился серый оликорн. «Будь это так, у меня крылья появились бы еще в Кантерлоте. Когда, как вы помните, мой пестрый облик поменялся на родной одноцветный. В тот день я в последний раз сталкивался с магией элементов гармонии». «Но вчера вы попали под излучение в ЛК-5», — напомнил Собанс. «Вы же там тестировали корень древа гармонии». «Древо, как известно, связано с элементами». «Да, Стэн Глейз пытался определить характеристики чар, соединяющих фрагмент корни с древом, но не рассчитал адетативный эффект импульса и...» Глаза Блэкспота резко округлились. «Профессор, вы должны проверить всех, кто был вчера в лаборатории. У них могут быть те же последствия». Замдиректора сделал вид, будто не услышал. «Но почему меня там не было?» — вырвавшаяся у Скуп Рейджа. Несмотря на присущее эквистристическом почтение Каликорном, Блэкспот пришел в ужас от мысли, что авария в процессе научного исследования создала дюжину новых объектов этого почтения. Стэн Глейз приходил ко мне ранним утром. Успокоил начальника Собанс. У него нет никаких аномальных проявлений. Магия, очевидно, его не зацепила. Розовая Динарушка переступила с ноги на ногу, пытаясь быстрее додумать появившуюся у нее мысль. «Влияние на вас излучения в ЛК-5, скорее всего, уникально, поскольку у вас, проще говоря, особые отношения с магией гармонии. Вы неоднократно подвигались воздействию заклинаний, превышающих мощность 10 тысяч чар. Причем воздействие сопровождалось переменой внешности. Это можно назвать своего рода перерождением. В журнале «Медицина и пони» в начале года публиковали одну статью, посвященную созреванию плода в утробе матери. Внезапно заметил Собанс. На определенном этапе у зародыша формируются клетки, превращающиеся в рог и крылья. Динарушка быстро окинула слушателей взглядом, убеждаясь, что ее монолог представляет для них интерес. Блэкс подсидел с таким видом, будто готов был слушать хоть жужжание «Вспышка пчел», лишь бы обрести шанс на исцеление. Скопридж отвлеченно поглядывал на экран расклинателя, но ему, чуть больше месяца назад ставшему отцом, тема тоже была не безинтересна. Развитие этих клеток определяет биологический код, наследуемый от отца и матери. Поэтому у единорогов обязательно появится единорог. У единорога и земнопони не обязательно. Тут важен биологический код, какого из родителей окажется доминантным. Если клетки развития не получают, у новорожденного не будет следов ни рога, ни крыльев, поскольку их зачатки будут поглощены окружающими тканями за ненадобностью. Даже если какая-то группа протоклеток сохранится, они никак себя не проявят и на жизни пони не отразятся. В вашем случае, Блэкспот, имело место магическое перерождение по сходному принципу. Зачатки крыльев элементы гармонии, возможно, сформировали, но не развили. Однако вчера излучение подарило недостающий импульс, преобразовавший сохраненное в теле магию в материальной крылье. Блэкспот кое-как с третьей попытки переместил левое крыло вперед, чтобы в очередной раз посмотреть на неказистые перья и подшерсток. Волнистый рисунок и серый цвет напомнили ему воробьев, на зиму перебравшихся поближе к научному центру. «Уж лучше бы я пестрым остался, честное слово», — признался вслух оликорный. «Итак». Он умоляюще взглянул на светил науки. «Какие будут предложения?» «Как меня расколдовать и избавить от лишних клеток?» «Ну, я слышал, от крыльев неплохо топор помогает», — в два приема. Крепивший расклинатель к поясу Скоупрейдж позволил себе манеру речи, за которую другой начальник выписал бы билет в один конец на биржу труда, прежде чем выброшенный через окно наглец долетел бы до сугроба. Но серый оликорн нашел предложение удивительно заманчивым. «Можно провести мне операцию по удалению крыльев?» — вернулся Блэкспот к главврачу. «Исключено», — фыркнул Солбанс и мысленно отметила, что в карту Скоупрейджа следует добавить диагностированное нарушение связи между речевым центром мозга и языком. «Но почему?» — тем временем возмутился Блэкспот. Возмутился так, словно ему отказали в процедуре, которая законодательно гарантирована любому эквестрийцу. Солбанс, воспользовавшись большим зеркалом в комнате, привела одежду в порядок. В частности, разгладила воротник медицинского халата так, чтобы тот обрел совершенную симметрию. Потому что я давала клятву не вредить пациентам. Ни осознанными действиями, ни случайными. И ампутация совершенно здоровой части тела попадает в число таких действий. Главврач придвинул к себе аптечку, показывая, что без ее согласия ни один инструмент вручевания в ход не пойдет. Кроме того, учитывая небиологическое происхождение ваших новых конечностей, нет никакой гарантии, что они не отрастут заново. Так что я не вижу причин для своего вмешательства в ситуацию. С днем рождения!» Хитрым построением речи, которая закончилась внезапным поздравлением, Солбанс вызвала у собеседника растерянность, которую воспользовалась, чтобы сбежать, пока в голову взрослым, но ведущим себя как жеребята-жеребцам, не пришла следующая безумная идея. Вот только у этой пары жеребцов мозговой штурм не заладился, так как начальник хранилища артефактов, регулярно перечитывавший дома комиксы про супергероических оликорнов, вообще не видел проблемы в произошедшем, почему и оказался за дверью. Блэкспот, дабы не оставаться в одиночестве со своим феноменальным горем, вызвал собеседника, который до недавнего времени считался заботливым и чутким созданием. Однако проявившаяся в нем корневая личность оказала дурное влияние на созданное бывшим ярлом искусственное существо и считала теперь своим создателем совершенно иного единорога. Поэтому Блэкспот связывался с заносчивым и надменным искусственным разумом только при крайней необходимости. Призрак. Мне необходима информация о превращении единорогов в оликорнов. Он сформулировал запрос по старинке, о чем сразу пожалел. Я, по-моему, просила не называть меня призраком. Недовольно отозвался динамик. В отличие от живых сослуживцев, Биккер всегда звучала так, словно каждый день просыпалась не на том боку. Хотя я не спала вообще. Извини, буртнул Блэкспот. Биккер, мне нужны сведения. Я все слышала, сообщила Биккер вместо привычного принято. Уже подготовила выборку. Собственно, случаев ЕА-трансформации в исторических сводках фиксируются всего два. Ми Амора Каденза превратилась в оликорна 58 лет назад. Твайлайт Спаркл превратилась в оликорна два года назад. В обоих случаях присутствует косвенное упоминание принцессы Селестии. Это все. Детальная информация, относящаяся к этим событиям, находится в источниках, которые мне недоступны. Можете смотаться за ними в контрлот. Не нужно. Отмахнулся Блэкспот. В его голове возникла первая задняя радостная мысль. Запрос. Принцесса Селестия и принцесса Твайлайт уже прибыли в Стейлбридж? Да. Могу предоставить подробный протокол их встречи, которую вы пропустили. Хотя обязаны были явиться. В данный момент принцесса Селестия находится в гостевом доме. Люкс номер один. Принцесса Твайлайт заселена в люкс номер два. Хотите установить связь с их апартаментами, чтобы вы могли извиниться за свое пренебрежение этикетом? Кому-то вроде Блэкспота не один год проработавшего вместе с Бикер, было крайне сложно поверить, что голос из динамиков принадлежит набору алгоритмов на кристаллах памяти. Впечатление складывалось такое, что желтая единорожка с оранжевой гривой стоит прямо посреди спальни и корит проштрафившегося подчиненного, потому что реальный Бикер именно так и поддевала бы управленца, не соизволившего пойти и полебезить перед принцессами. — Не надо! — имевший внутренний стержень единорог, решил и дальше раздражать сторонницу этикета. — Я зайду к ним в гости. — Свяжись за вскладом. Пусть немедленно пришлет мне свитер, толстый, вязанный, размер... Бывший ярл поерзал, на всякий случай проверяя, не отвалились ли ему на радость непрошенные дары древа гармонии. Естественно, крылья никуда не делись. Пусть найдет свитер на один размер больше моего. Да. Натянув свитер, Блэкспот буквально помчался к гостевому дому, не впопад откликаясь на поздравление встречных пони. Все мысли бывшего ярла занимала надежда. Надежда, что многоопытная принцесса Селести сможет решить его проблему и силой своих чар отменить колдовство древа. Или, если не помогут знания старшей принцессы, Твайлетт Спаркл, недавно обретшая крылья, придумает как серому единорогу вернуть привычный облик. К радости бывшего ярла обе высокопоставленные особы оказались в одном помещении. Незадолго до появления Блэкспота младшая принцесса не устояла перед искушением проведать наставницу. И теперь они оценивали роскошное убранство люкса в гостевом доме, не замедлив выразить свое одобрение перешагнувшему порог номер жеребцу. Блэкспот Дифферамбо принял молча. Переделка номеров под контрлот с закупкой необходимых килограммов золотой и серебряной краски занимался Краулинг Шейд. Все вычурные комоды, шкафчики, люстры, торшеры, лепнины и занавески достались нынешним руководителям НИИ уже в готовом виде. К счастью, без дыры в бюджете, так как Бэтпони как-то ухитрился обустроить гостевой дом за счет спонсоров. «Рад, что пребывание в нашем научном центре вы находите приятным», быстро произнес Блэкспот после приветствий и неизбежного обмена ничего не значащими фразами. Ему не терпелось перейти к своей проблеме, но он полагал, что без предупреждения раздеваться перед принцессами будет чересчур даже в столь экстратринарной ситуации. «Лично в вашем научном центре», добавила Селестия, невольно затронув больную тему, которую ненадолго заслонили крылья. «Я уже готовлю приказ о назначении вас директором. Мне лишь надо встретиться еще раз с главой научного совета, чтобы согласовать правки в должностных требованиях». За мягкими откровениями Али Корна прятался недвусмысленный намек. Принцесса не намеревалась ждать, пока Блэкспот созреет для профессорства. Она хотела посадить конкретного единорога на конкретную должность в конкретном научном центре, и припоны официальных законов и неписных требований ее абсолютно не волновали. В этот момент бывший ярл понял, что носит на спине, возможно, последний шанс избежать назначения на совершенно ненужный ему высокий пост. «Благодарю за заботу, Ваше Высочество, но я боюсь, что состояние моего здоровья не позволит мне ответственно управлять научным центром». Селестия поморщилась, словно ее личный дантист сообщил, что злоупотребление сладким нанесло вред белоснежной эмали и включил бармашину. «Вы нездоровы?» — переспросил Твайлет. Не так давно она пережила несколько неприятных дней в поисках лекарства. Сначала вместе с Фалтершай, а затем для нее. Воспоминания были еще свежи, и слова бывшего ярла взволновали лавандовую пони. «Да, но официальная медицина отказывается это признавать», — недовольно заметил Блэкспетт. Бывший ярл решился и все-таки стянул через голову свитер. С такой бессоремонностью, что у следящего за всем происходящим в ней искусственного разума, наверняка замкнуло узлы, отвечавшие за чувство стыда. Но жеребец не мог дальше прятать крылья от единственных во всей Эквестрии пони, кто мог бы с ними что-то сделать. Твайлайт Спаркл своего удивления скрыть не смогла, да и не старалась. Она смело подошла к Блэкспету и сопоставила анатомическую аномалию с собственными крыльями, словно нашла на рынке пару сережек и пыталась понять, почему они так похожи на ее собственные. Как предположил бывший ярл, в голове у юной принцессы уже выстраивались абзацы научного исследования с аргументами за и против того, что в комнате находится первый в истории жеребец оликорн. Тысячелетний опыт политических игр позволил Селестии сохранить невозмутимое выражение мордочки, даже прищур белого оликорна остался прежним. Но вот взгляд! В нем вспыхнули искры алчности старевщика, обнаружившего, что отстиранная им тряпка оказалась подлинной мантией принцессы плотины. Бывший ярл помнил предыдущий раз, когда Селестия смотрела на него так же. В тот день она приняла решение, назначив Тридса и Блэкспутер уговодителями Стейлбриджа. Только теперь искры было больше. Это последствия инцидента, произошедшего вчера в одной из лабораторий. Фрагмент корня Древа Гармонии при воздействии заклинаний выдал спонтанный импульс, повлиявший на мою анатомию. Ни у кого в Стейлбридже нет опыта работы с магией Гармонии, сравнимого с вашим. — Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы решить эту неприятную ситуацию и восстановить свой естественный облик, — объяснил бывший серый единорог. Вот только едва ли хоть одна из присутствующих в комнате кобыла ликорнов разделяла его желание. — Необходимо обязательно зафиксировать обстоятельства упомянутого вами инцидента, — произнесла Твайлэд. — Очевидно, что Древо Гармонии напрямую подарила вам магические силы без вмешательства со стороны существующих оликорнов. Последовал рубкий взгляд на старшую принцессу, словно ученица хотела убедиться, что наставница не причастна к трансформации Блэкспота. Селестия все еще сохраняла вид, словно оценивала неожиданно найденное сокровище. Блэкспот ощутил мимолетную жалость от того, что в прошлом не пытался подчинить разум солнечной принцессы печатью повиновения. Ему страстно хотелось узнать, что сейчас происходит в голове белого оликорна. — Я сомневаюсь, что у меня были какие-то достижения, — ответил Блэкспот лавандовый пони. — Вы прекрасно помните, какие преступления совершил в прошлом. Тут впору отбирать рог, а не приделывать крылья. — Вы слишком сурово к себе, Блэкспот, — ответил заученицу Селестия. — Она сделала несколько шагов, чтобы смотреть преображенного единорога с другой стороны, но у Блэкспота появилось ощущение, что она отрезает ему путь к отступлению. — Вы десятилетиями трудились на благо Эквестрии, изучали и развивали магическое искусство. Контерлот и Стейлбридж — лишь те из ваших достижений, что обрели собственное имя. Вы более чем достойны дара, что послала вам древо. — А если... — нервно сглотнул Блэкспот, — мне не угоден этот дар. — Существует ли какое-то колдовство, способное от него избавить? Твайлайт с ироничной улыбкой покачала головой. В ее библиотеке книг о подобных чарах не было, а Селестия на миг утратила самоконтроль и фыркнула так, словно услышала шутку про габариты своей фигуры. По этой мимолетной эмоции считалось, что за все тысячи лет мысль перестать быть оликорном никогда не посещала царственную голову с развивающейся гривой. Блэкспот, дар древа гармонии не может быть неожиданным или обескураживающим. Но он означает, что древо уготовило для вас роль в будущем этого мира. Вы не могли обрести свои крылья по воле случая. Воздействие на вас магии и, возможно, сама авария в вашей лаборатории были частью плана древа. Кто я такая, чтобы вмешиваться в дела гармонии? Какое право я имею прерывать последовательное развитие мироздания? С вызовом произнесла кобыла, управлявшая движением солнца. Блэкспот, он такие пафосные, дающие повод к размышлениям речи, ответить было нечем. Тем временем лавандовая принцесса закончила осмотр крыльев бывшего ярла и, по всей видимости, мысленно приняла его в ряды сородичей. «Я помогу вам справиться с этим», подбодрила новоявленного Аликорна Твайлет. «Как мне помогли в свое время?» «Мы поможем», заверила бывшего единорога Селести. Хотя у Блэкспота не было ни малейших причин сомневаться в искренности правительницы Эквестрии и ее лучшей ученицы, он не мог отделаться от гадкого ощущения собственной ущербности, ведь перед ним находились особые, заслужившие благосклонность к гармонии своими выдающимися достижениями. Кто он такой по сравнению с Селестией? С Твайлет? С другими Аликорнами? Какое у него могло быть призвание, достойное крыльев? Ведь он не поднимал магии светила, не нес миру свет любви или дружбы, и все же древо выбрало его, сочтя достойным. Пусть он не совершил ничего сравнивого с деяниями существующих Аликорнов, но, возможно, прошел через череду испытаний ради какой-то цели, ради великой, но еще не объявленной миссии. Мысль о необратимости и необходимости свершившейся трансформации въедались в разум Блэкспота, разрастаясь как ржавчина на металле, постепенно становясь частью его существа. Не таким уж кошмарным знаком представилась ему пара крыльев. Не настолько печальным показалось будущее, отведенное Аликорном. Он все еще сомневался, что достоин дара древа и сумеет оправдать оказанное ему доверие проводника самой гармонии, но грядущее предстало казаться ему однотонно серым. Как Блэкспот не мог узнать мысли Селестии, так и принцесса не могла заглянуть в голову и понять ход мысли бывшего ярла. Видя на его морде тень сомнений, она решила подбодрить обескураженного неожиданным крутым поворотом своей жизни жеребца, сделать ему подарок от себя, помочь осознать свой новый статус и связанные с ним перемены. И хотя ее намерения были в целом благими, едва ли не впервые в жизни ей следовало промолчать. — Я рассчитывала видеть вас руководителем Стейлбриджа. Напомнила Селестия и быстро добавила, но с вашим нынешним статусом такая мелочность недопустима. Поручать вам один единственный научный центр расточительно. Полагаю, если меня поддержит моя коллега, для вас, Блэкспот, следует выделить более значимый пост. Например, пост советника по науке. Или, возможно, звание принца науки. Селестия повернула голову, словно прося поддержки у Твайлэд. Младшая принцесса немного смутилась от неожиданной весомости ее мнения. Ей не хватало дипломатического опыта, чтобы распознать в словах старшего Аликорна интонацию «Мне, в общем-то, все равно, что ты скажешь». Поэтому лавандовая пони искренне ответила. — Это очень разумное предложение принцессы. А вот Блэкспот интонацию уловил. И она стала тем кирпичом, что лег под колеса кареты его амбиций. Бывший ярл, усвоивший от отца немало мудрости о том, как влиять на других и не попасть под чужое влияние, вдруг видел перед собой немиловидную особу, искренне заботящуюся о благе своих подданных, и готовую даровать им места и титулы просто так, в знак расположения и доброй воли. Он увидел хладнокровную личность, которая выбила на шестеренке с именем Блэкспот нужное количество зубчиков и расположила ее в государственном механизме. Селестия, несомненно, уже составила планы на десятилетия вперед, уже наметила проекты, для которых ей понадобится содействие серого Аликорна. Возможно, когда-то ярл Блэкспот мог рассчитывать на то, что правительница Эквестрии будет считаться с его мнением. Но сейчас Аликорн Блэкспот уже не имел права на выбор. Его поставили перед фактом либо покорное принятие даров короны, либо немедленный открытый бунт, неповиновение, ведущее к утрате всех и всяческих привлений. На первое, родственные каторги, Блэкспот согласиться не мог. На второе ему не давало решиться страх. Страх за тех, кто слабее его, кто не так отважно возразить монарху, чей дар был отвергнут. Блэкспот прекрасно помнил, что разговаривает с правительницей, под внешним лоском которой прячется особо, готовая ради политических выгод обложить взрывчаткой подвалы собственного замка. «Я...» Блэкспот запнулся в начале фразы, которую мог повернуть в любую сторону, но не отважился озвучить ее черновой вариант, и поэтому уклончиво произнес «Я благодарен вам за доверие, за сделанные предложения. Мне необходимо их обдумать, согласовать со своим внуком, потому что решение, безусловно, затронет нас обоих, и я должен быть уверен, что нет никаких сложностей. Сообщите нам свое решение, когда окончательно в нем утвердитесь». Почти промурлыкала Селестия. Принцесса, видимо, не сомневалась, что заполучила нити к управлению очередной аристократической куклы. «Просто мне хотелось бы объявить вас принцем науки на празднование вашего дня рождения. Сегодня вечером. Это будет подарок, который вряд ли кто-то превзойдет». С очевидным бывшему Ярлсу удовольствием добавила принцесса. «Увидимся вечером», — учтиво кивнул Твайлет, магии поднимая с пола свитер. Блэкспотт натянул свой наряд, но старательно делал вид, будто ему подобное неприятно. Он стремился создать у принцесс впечатление, будто свыкся с крыльями, готов стать принцем и вообще намерен занять первое место в списке исполнительных приспешников. Вот только ничего подобного в планах Блэкспота не было. Но вид он сделал, хотя бы на этот богатый событиями день. Блэкспота, предыдущего по занесенным снегам улице, догнали Тритц и Суобанс, у которых, судя по стоящим торчком ушам и блеску в глазах, имелись новости чрезвычайной важности. «Может, тебя обыскали, Синда?» Вместе с облачком пара выдохнул Силея Стритц. Учитывая нервное возбуждение внука и принесенную Суобанс пачку каких-то бумаг явно медицинского вида, Блэкспот ожидал услышать нечто воодушевляющее. Например, что его крылья вот-вот безвозвратно отвалятся, оставив эквестрийскую державу без принца науки. Однако вместо этого Суобанс кашлянув сообщила. «Я провела более детальное исследование образцов ваших тканей, преимущественно крови, и обратила внимание на уровни чеферментации. Как вы наверняка знаете, это параметр, напрямую влияющий на силу колдовства. Клетки крови имеют ограничения по циклу воспроизводства, и чем старше организм, тем ниже уровень чеферментации, тем слабее магия». Магия Суобанс развернула пачку документов веером и сунула их прямо под нос Блэкспоту. Меня и раньше волновал вопрос, как вам в 150 лет удается творить заклинание. Ведь математически ваш уровень чеферментации должен быть нулевым. Однако результаты показывают, что ваш организм имеет иной механизм воспроизводства клеток. Старые клетки не заменяются новыми, они магически перерождаются. Постоянно, непрерывно, с сохранением уровня ферментации. Ваша магия всегда будет с вами. И когда я говорю «всегда», это означает неизвестное количество веков. Да, Суобанс кивнула, поймав ошарошенный взгляд Блэкспота. Ваш организм имеет возможность прожить сотни и тысячи лет. Это не полная неуничтожимость, так как физически устранить вас можно, но это соответствует известному на конкретных примерах феномену бессмертия. «Это точно», — подавленно спросил Блэкспот. «Именно так. У вас тот же диагноз бессмертия, какой я могу поставить любой из эквестрийских принцесс. Причем...» Суобанс быстро перетасовала бумаги, чтобы показать пожелтевшую справку с полувыцвевшими чернилами. Это не вчера случилось. «Даже когда вы устраивались на работу, как пестрый единорог Пайболт, симптомы были заметны. Только на них внимания не обратили. Потому что кому бы пришло в голову проверять вас на бессмертие?» Блэкспот, словно забыв о холоде, опустился прямо на занесенную снегом клумбу. Каждый разговор этого дня загонял его все глубже в бездну уныния. Одних крыльев в гармонии оказалось мало. Она решила поиздеваться над Блэкспотом, принудив таскать на спине две лишних конечности до скончания времен. Возможно, в этом был какой-то план, поддерживающий незыбленность мироздания. Но этот план явно не учитывал желания серого единорога и нуждался в пересмотре. Каким бы то ни было способом. «Я хочу побыть один», — выдохнул Блэкспот. Едва ли кто-то еще из спине говорил подобное в свой день рождения, но иных слов у бывшего ярла просто не оставалось. Солбан с каким-то особым медицинским чутьем поняла, что серому оликорну действительно не требуется компания. Увы, Селест-трит с подобной прозорливостью не отличался. Ему именно сейчас захотелось затронуть и без того не самую популярную тему. «Что же, это, безусловно, мне радость», — заговорил он, не заметив предостерегающий взгляд Солбанс. «Да, вечный представитель своей династии. Теперь споты долго еще не исчезнут с просторов Эквестрии. Я вот исчезну, но ты останешься. Найдешь-таки себе достойную пару, пожалуйста, заткнись». Без малейшей тени уважения прошипел Блэкспот, поднимаясь и быстрым шагом устремляясь вперед по улице. Но Тритц на радостях слишком увлекся и слышал только себя. «Нам ведь теперь не всякая красавица к одовору придется. Как бы особенную особу особо искать надлежит. Из совсем уж высоких шаров, ой, то есть сфер». Пожилой пони торопливо засеменил следом за родственником, который напрасно надеялся, что источник раздражающего шума отстанет. «Принцессу Твайлэд почему бы не сосватать? Да, а что? Хороший как бы ход. Вы по характеру немного не схожи, но протереться-то можно. За сотни-то лет-то». «Уйди!» — простонул сквозь зубы Блэкспот. «Или это, вон, в Кристальной Империи принцесса есть. Очень, правда, мала еще. Не без этого, да. Но дать ей подрасти». Селест-Тритц не успел рассказать, какие планы сватовства у него есть относительно Кристальной Империи, потому что серый оликорн, чьи крылья неистово натянули плотную ткань свитера, словно желая вырваться на свободу, резко развернулся в его сторону. «Отстань от меня!» — прогремела на всю улицу. Эмоции хлестнули через край в прямом смысле этого слова. Избыток раздражения и отчаяния, который накопил Блэкспот, помимо его воли, воплотился в заклинание. Чары отшвырнули селеста Тритца, как пушинку одуванчика, и тот пролетел сквозь живую изгородь, собирая шкуры и одежды комья снега и колючие ветки. Вспышка ярости длилась всего мгновения. За ней последовали тишина и раскаяние. Замерший, словно статуя Блэкспот, с ужасом смотрел, как дергается и стонет его внук, его единственный живой родственник, как бросается к нему сообанс, и как пятнают белый снег капли бордового оттенка. «Вот что дала мне гармония! Превратила в монстра!» — едва слышно произнес Блэкспот. И помчался прочь прежде, чем седой единорог, проломивший собой живую изгородь, но отделавшийся в основном испугом, поднял голову и подал голос. «Нет, погоди, ты не...» Тритц весьма проворно для травмированного старика попытался подняться, вцепившись в склонившуюся над ним сообанс. «Его надо остановить», — торопливо проговорил единорог. «А то он сейчас какое-нибудь безумство вытворит!» Главврач скептически посмотрел на иссорапанного, но весьма бойкого директора. Тот по-своему столковал прищур Соубанс. «Это я виноват. Не надо было вот так на него наседать. М-м-да. Ай!» Тритц, скривившись, поправил куртку и вновь попытался встать. «Надо его догнать и успокоить. Срочно!» Выбравшись на конец из кустов, Тритц со все растущей тревогой обнаружил, что Блэкспот успел вскрыться. Выяснить, куда направился буйный именинник, пришлось через настенный терминал. «Беккер, определим местонахождение Блэкспота», — попросил Тритц. «Согласно последним распоряжениям Блэкспота, которые предписывали заблокировать доступ в ЛК-5 и отключить систему наблюдения в ЛК-5, делаю вывод, что паттерн P0001, Блэкспот, находится в ЛК-5», — невозмутимым сообщила система. Потом что-то в недрах переговорной панели щелкнуло и голос продолжил. Поступило новое распоряжение. Заместитель директора Блэкспот дал команду установить на приборах значения, строго обратные значения вчерашнего эксперимента. «Ой-ей!» — прижал уши Тритц. «Он хочет обратное заклинание, что ли, сотворить? Чтоб перья крылья стерло?» «Если повезет», — ответил Соубенс, непроизвольно бросая взгляд вдоль улицы. Стенд Глейс намекал, что при неверных расчетах «стереть» может примерно полкорпуса. Серия Стритц в поисках идей натужно подсокал языком и, стряхнув с копыта набежавшую капельку крови, принялся судорожно тыкать все доступные на консоли кнопки. Стук и призывы, доносившиеся с той стороны двери, притихли. Не потому что пони надоело шуметь, а потому что их затея достигла успеха. Металлические гусеницы герметизирующих зажимов клацнули и расползлись в стороны. Очевидно, гусеницы повиновались воле Полимата, единственного единорога, который мог переспорить систему управления и отменить приказ создателя, сняв изоляцию с лабораторией. Теперь ничто не мешало сотрудникам НИИ, желающим остановить эксперимент, вмешаться в происходящее. И, чего Блэкс подхотел меньше всего, ничто не мешало им попасть под волну излучения. Поэтому он попытался успеть за оставшиеся у него секунды, пока дверные механизмы проворачивали замки и сдвигали плиту укрепленной двери. Он одним махом замкнул последнюю из катушек соленоида. От инициализации процесса, от сброса энергии с корня древа, его отделяли лишь два переключателя, повернуть которые требовалось строго одновременно. Для обычного пони это представляло определенную трудность. Заботящиеся о безопасности лаборанты разместили приборы на расстоянии, превышающем длину разведенных в сторону копыт и защитили от воздействия магии. Однако при обустройстве стенда они не учли существ с аномальной анатомией. И Блэкс подвышал из затруднительной ситуации, уткнувшись в обе переключателя кончиками распростертых крыльев. «Хоть на что-то вы сгодились!» Пробраматалон синхронно толкая оба тумблера из надежды вслушиваясь прозвучавший двойной щелчок. Щелчок, после которого подарок гармонии должен был исчезнуть в потоке белой волны с розовым оттенком, которая ударила по телу оликорна. Прозвучавший от дверей окрик, принадлежавший несомненной селисту Трицу, растворился в звенящей тишине. Видимое пространство лаборатории словно втянулось в разоплощающую воронку. Блэкс подмог однозначно утверждать, что-то с ним произошло, но понятия не имел, как называется этот процесс. Телепортация, сон, смерть. Он оказался в месте, где не было ни земли, ни неба, ни даже горизонта, только простиравшаяся во все стороны бесконечность. Это было похоже на коридор из воспоминаний, в который Блэкспот отправляла печать повиновения. Но здесь не было ничего, кроме него, одинокого, не способного что-либо сделать, не понимающего, по каким законам существует это место. Кажется, смятение оликорна не осталось незамеченным в этой странной вселенной. Вокруг парящего в пустоте пони пространство парализовали шесть разноцветных сияющих столбов, возникающих из ниоткуда и в никуда уходящих. Внутри источников яркого света на уровне глаз проступили темные фигуры, шесть различающихся по очертаниям силуэтов, несомненно принадлежащих пони. «И снова ты», — провозгласил силуэт, что обрел очертание первым. Когда он покачал увенчанной конусовидной шляпой головой, стала видна длинная борода. «Единорог, что снова пытается подчинить себе магию гармонии». «Это уже в третий раз», — поддержал его силуэт, отличавшийся крыльями и головным убором, напоминавшим гвардейский шлем. «Пришла пора выяснить, что доводит рассудительного пони до такого безумства». Прошелестил силуэт единорожки, по очертаниям которой можно было догадаться о ее преклонном возрасте. Блэкспоту туманные речи темных фантомов ничего не объясняли, но он был рад хоть какому-то подобию собеседников. «Кто вы такие?» — спросил Эликорн. Первым ответил силуэт бордатого мага. «Столпы Эквестрии. Создатели древа гормонии, подарившие ему силу». Подхватил находившийся слева от Блэкспота фантом Пегаски. Она выговаривала слова с заметным акцентом. «Мои отзвуки далекого прошлого, пробудившиеся из-за твоего поступка», — закончила ответ земнопони, чья прическа напоминала кренившуюся башню. Про столпов Эквестрии серый оликорн слышал. Библиотека семейства Спот имела несколько томов легенд о великой шестерке пони. При желании Блэкспот мог даже припомнить некоторые имена. Но в его нынешнем подвешенном состоянии меньше всего хотелось выяснять, кто тут кто и чем славен. «Я не намеревался вас вызывать», — признался бывший Ерл. «Просто хотел вернуть древу гармонии его дары — бессмертия и крылья». «Как необычно», — произнес силуэт того, чье имя можно было угадать и без долгого сидения в библиотеке. Такой бородой славился всего один Эквестрийский маг. Обычно у древа что-то выпрашивают. Например, защиты. Волшебных сил. «Никто прежде даров не возвращал», — глубоким басом сообщил самый громадный из силуэтов. «Значит, я буду первым», — скинул голову Блэкспот. Наверное, не следовало грубить легендарным пони, но его за минувший день изрядно достало равнодушие окружающих. Блэкспот отказывался быть сторонником идеи, а ликорнов много не бывает, и готовился требовать понимания даже от исчезнувших века назад мифологических персон. Однако этого не потребовалось. Очевидно, что в этом странном месте, вне времени и пространства, силы гармонии читали помыслы серого пони самостоятельно и уже приняли все его аргументы. Его нежелание видеть смерть поколений своих потомков и друзей. Его опасение утратить понимание быстро меняющегося мира, превратившись в архаичный пережиток прошлого. Его страх перед необходимостью быть богоподобной сущностью на вершине славы, где известность и статус будут скорее оковами, мешающими делать что-то по-настоящему полезное. «Что ж», — произнес силуэт Пегаса, — очевидно, настал тот день, когда... «Мы должны признать», — подхватила Пегаса, — «что, пытаясь привнести в твою жизнь гармонию...» «Мы лишили ее гармонии», — закончил огромный земнопони. «Мы не дали тебе того, что принесет гармонию», — добавила старая единорушка. «Что для тебя гармония?» — спросила земнопони со странной прической. Блэкспот хотел воспользоваться моментом, чтобы изложить полуматериальным фигурам свою точку зрения, свое видение идеального мира, идеальной жизни, включающей финал, который он заведомо отнес к разряду невозможного и недостижимого. «Я всего лишь хотел...» «Не нужно», — остановил его силуэт Старлсвилла. «Ты ответил на этот вопрос много лет назад. И мы можем даровать то, что тебе так желанно». Рядом с Блэкспотом возник еще один светящийся столб. Но он не ограничивался демонстрацией черного силуэта. В фантомное пространство из яркой энергии сотворения шагнула белая единорожка с чуть растрепанными локонами золотисто-рыжей гривой. Она не была столбом Эквестрии и не оставила о себе строк в исторических хрониках. Но для Блэкспота возможность увидеть ее, поговорить с ней, стоила всех чинов и званий. «Шарпент», — произнес серый пони. Он не замечал ничего вокруг, поскольку интересовался лишь глубинами синих глаз кобылы. Он не обратил внимания, что темные силуэты исчезли вместе с сияющими колоннами, и не заметил, что ступает уже не по пустоте, а по высокой траве, проигнорировав симфонию звуков, возникшую вокруг мира. Все эти наблюдения пришлось делать шарпент винт. Белая единорожка, безусловно, была рада видеть светло-серого единорога, но не настолько, чтобы оставить без внимания то, что она вдруг оказалась в месте, подобного которому не видела за всю жизнь. Здесь не было ничего, кроме простого деревянного домика посреди небольшой, поросшей изумрудно-зеленой травой полянки. Словно некто очень могущественный, вырезал из эквестрии фрагмент привычного пони мира. За его пределами не было ничего, кроме светло-розового рассветного неба, наполненного водящими хоровод тусклыми созвездиями. Мой ярл! Шарпент винт обратилась к единственному видимому ей собеседнику. Я рада вас видеть. Я рада, что вы не пострадали в борьбе за элементы гармонии. И даже не изменились. Кобылка опустила голову в поклоне и осеклась, обнаружив, что контур ее копыт сильно отличаются от памятных ей. Я снова молодая. Мой ярл, как такое возможно? Видя, что серый единорог словно не слышит вопросов, Шарпент винт попыталась задать еще несколько. «Что это за место? Как мы здесь оказались? Что мы здесь делаем, мой ярл?» Бывший властитель западных пределов позволил себе легкую усмешку. И перед ответом не удержался от мимолетного взгляда на свою спину, незаметно лишившуюся крыльев. «Просто поразительно, что на все эти вопросы...» Теперь настал череда Блэкспота изучать кусок нормального пространства, повисшее в безднах космоса. Можно ответить одним единственным словом. Он придвинулся к Шарпент винт так близко, что между их рогами проскочила магическая искра. И, глядя в бездну ее глаз, прошептал. Гармония. Селес Тритс ворвался в ЛК-5, буквально прыгнув навстречу ослепительной вспышке, которая произошла на нижнем этаже лаборатории. Следующие несколько секунд он слепо шарил перед собой, тыкаясь в ограду балкона и не переставая звал деда по имени. Тот факт, что Блэкспот не отзывался, ужасал Тритса больше всего. Когда молочная пелена перед глазами рассеялась, директор НИИ смог свеситься с бортика и посмотреть на испытательный стенд. Интересовавшийся наукой пони обратил бы внимание, что фрагмент корня, то ли устав от экспериментов, то ли пав жертвы последнего из них, превратился в мерцающую в воздухе серебристую пыль. Ответственный начальник заметил бы, что от многих числящихся на бюджете научного центра приборов, в комплектацию которых входили датчики из редких сплавов, шел дым. Но Селес Тритс, не отрываясь, смотрел на то место, где перед вспышкой успел заметить деда и не видел там серого оликорна. Блэкспота не было волка 5, от него остался лишь сиротливый, лежащий в углу скомканный свитер, а между корпусами искрившего и исходившего едким дымом оборудования стояли, переминаясь с ноги на ногу и с любопытством посматривали по сторонам два молодых жеребца и кобылка. Из необычного в троице единорогов, помимо их необъяснимого появления волка 5, можно было выделить внешнее сходство с исчезнувшим бывшим ярлом. Ведь шерсть у них была в основном пепельного оттенка, а гривы сочетали в себе рыжий, черный и зеленые цвета. Самый старший из компаний, носивший на месте кьюти-марки зеленую кляксу, подошел ближе к балкону, с которого от избытка любопытства грозил свалиться директор НИИ. Магия юного пони вознесла вверх сложенный пополам листок. Послание, написанное хорошо знакомым Трицу почерком. Он торопливо развернул листок. «Мой милый внук, обстоятельства нашего расставания оказались не самыми приятными, и это одна из тех ошибок, которую мне уже не дано исправить. Таких я натворил за долгую жизнь прилично. Но сейчас, когда я пишу это письмо, я всецело уверен, что моя безрассудная инициатива в ЛК-5 была правильным решением. Я просто не мог существовать в своей новой форме бесчетные сотни лет. Не мог видеть, как угасает все, что я помнил и любил. И мне совместно с силами гармонии удалось найти выход. Удалось обрести счастье в отдельном карманном измерении вне времени и пространства, которое создало для меня древо. Кстати, можешь донести мысль о карманных измерениях до полимата. Он как раз ищет новые научные направления для Стейлбриджа. Для Шарпен, Твинт и меня гармония создала мир. Мир, где мои биологические часы наконец-то пришли в движение. И послание это я пишу, пока они отмеряют последние секунды. Я не боюсь писать об этом, как не боюсь и самой смерти. Я жду ее, потому что смотрю на конечность жизни как на стимул, что заставляет нас меняться и пытаться совершить что-то значимое. Это самый ценный дар, которым мы располагаем. И я наконец-то смогу развернуть этот подарок. Я оставляю тебе эту мысль, мое последнее философское наследство, и моих детей, которые тебе будут дядями и тетей. Прошу, научи их жить в мире Эквестрии, которое, я надеюсь, для этих же ребят станет источником загадок и приключений. Позаботься о них, внук мой. Позаботься о моей династии, которой ты так предан. Твой несостоявшийся бессмертный оликорн и местами безумный дед Блэкспот. — Отец сказал, что мы должны немедленно передать это послание Силису Трицу, и дал ваше подробное описание. Пояснил молодой единорог, когда глаза старого профессора полные слез оторвались от листка бумаги. Силис Триц, не глядя, сунув письмо, стоявшее рядом с Олбанс, прихрамывая, сбежал вниз по лестнице в стремлении объять юных единорогов. — Это я. Да, ваш старый племянник. Силис Триц меня звать. Ага. Представьте себе. Улыбнулся он и подмигнул с любопытством смотреть на него кобылки. — Меня зовут Гринспот. Представился единорог, отдавший письмо. Честно говоря, я не верил, что встречу вас. Хотя отец столько раз повторял, что когда его не станет, мама тоже исчезнет, а мы перенесемся в иное место. Вместо научных открытий и чудес. — Так и есть. — кивнул Триц. — Это оно самое, ага. Чудо, возведенное вашим отцом и ставшее источником иных чудесов. — Меня Цанспот зовут. — привлек внимание старика-жеребенок школьного возраста. — Стало быть, Цанспот второй будешь. — кивнул ему Триц. — Ох, ребятки, как же много вам надо будет рассказать. Про вашу семью, про эквестрию, про принцесс. Ах, старого единорога буквально трясло от нетерпения. По его состоянию Соубанс и присоединившиеся к ней сотрудники сделали вывод, что в ближайшее время руководству НИИ будет не до руководства. — Вирлвинд. — произнесла кобылка, ровесница Цанспота. — Мне имя мама выбирала. — Немного робко добавила она. — Да. Улыбаясь, старый единорог отстранился от жеребят, чтобы окинуть взглядом всех разом и вытер бегущие по щекам слезы счастья. — Придется мне там попробовать вас всех запомнить. Селестриц вынужденно отвлекся на Соубанс и еще нескольких пони, которые проявляли интерес к новоприбывшим представителям династии Спот. Главврач вернулась и дому единорогу послание, с которым обстоятельно ознакомилась. — Мои соболезнования, — тихо сказала она, — по поводу вашего деда. Знаете, если вам понадобятся успокоительные таблетки, я предоставлю... — Соболезнования? — недоуменно заморгал Тридз. — Зачем? — Соубанс, вы это представьте! Каким был у меня великий дед? В самом-то деле. Он аж древо гармонии согнул в свою сторону. — Ага. И ушел так, как того захотел. Великий единорог! Тридз явно намеревался повторно заключить в объятия новую родню. Но на середине пути его морда неожиданно вытянулась, и директор НИИ снова развернулся к главврачу. — Соболезнования, — такое дело. Как бы мне все-таки нужна будет от вас подмога. Подможка. Подможечка такая крохотная. Да. — Да, конечно. С готовностью приосанилась розовая единорожка. Селестрид смущенно поводил копытом по покрытому серебристой пылью полу. — Там это... в белом зале гостей штук двести. — На праздник прибыло, да. Так вот, это... Не могли бы вы им как-то объяснить случившуюся оказию, а? Заранее благодарен. Старый профессор с чувством выполненного долга отвернулся от оцепеневшей единорожки. Субтитры создавал DimaTorzok